Узиаппарат 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 Вот вариант. В общем-то здесь в красном цвете маркируется и находится выше допустимых пределов. То есть для того, чтобы признать уровень цахара в пределах нормативов, надо иметь вот такой вот показатель. Это наглядно демонстрирует пациенту, где мы ошибаемся, что нужно предпринять и так далее. Это достаточно хорошо мотивирует и дисциплинирует людей. Здесь вооружение – это лампа лунка с увеличением. Можно в деталях рассмотреть те или иные повреждения на конечности. Дальше инструментальный столик есть, специальный аппарат под названием «Скалер», с помощью которого можно абразивными насадками, которые стерилизуются, обрабатывать на топтыши, мозоли, убирать их, если это нужно, скрывать и так далее. Есть хирургические инструментарии, перевязочные наборы. Здесь уже стерилизно всё с инструментами. Здесь проводим вскрытие небольших майников, если это требуется. То есть это, в общем-то, уже почти хирургическая работа, но кабинет очень терапевтический. Мы приехали с Федотова, на автобусе нас привезли. Вот, я первый раз. Очень даже хорошо. Я даже, вот мы приедем и всем расскажем, что приняли хорошо и так быстро прошли. И уже окулисты были, и лечение назначили, и очки поменять надо. В общем, всё, высказали и назначили лечение. Конечно, врачи направляют сюда, но нас составляют список, и согласны списка объявляют, в какой день ехать, и поскольку. Вот, приходим на автобус, автобус в Икне, поликлиники, нас везут сюда, потом обратно увозят. Ну, многие этому рады, как стало. Это не прошлый год, значит, это мероприятие проводилось, но ничего проводят, по-новому начали. Я считаю, что это очень удобно. В рамках государства частного партнёрства был организован диабет-центр в городе Вологде, который оказывает медицинский комплекс на медицинскую помощь. Это с формированием бригад мультидисциплинарных для консультирования, коррекции, лечения, ну и диспансеризации пациентов, страдающих с сахарным диабетом. Никому не секрет, что сахарный диабет – это достаточно распространённое явление. Сегодня почти 40 тысяч вологжан страдают данным видом заболевания. Из них более 10 тысяч – это получающие инсулин пациенты. Поэтому от корректировки доз, от своевременности грамотного назначенного лечения зависит их будущее. Поэтому основной идеологией, вложенной в формирование или создание диабет-центра, было именно это. Сегодня, за прошлый год, анализируя короткие итоги, более 10 тысяч вологжан получили консультативную помощь в диабет-центре. Ну, я хочу сказать, что у нас старая структура тоже создана в городе Череповец, и там примерно тоже столько же объёма, оказанной медицинской помощи. Поэтому я считаю, что за прошлый год почти 50% вологжан, которые страдают диабетом, особенно это первый тип, практически все они получили консультативную и комплексную консультативную помощь. Была проведена и корректировка лечения, и диспансеризация выполнена своевременно, ну и рекомендации по дальнейшему ведению, по образу жизни и по всем мероприятиям, профилактике были даны. Порядок оказания медицинской помощи страдающим диабетом следующий. Лечащий врач, то есть участковый терапевт определяет необходимость консультации в особых случаях. Это при плохой корректировке сахара, ну и ещё ряд много медицинских показаний. Но, в принципе, мы рекомендовали, чтобы раз в год каждый пациент, страдающий диабетом, проживающий в городе Вологде и Вологодской области, мог возможность, имел возможность получить медицинскую помощь в диабет-центре. Конечно, существует выездная форма работы, и она достаточно активно ведётся. Диабет-центр, он мобильный, он достаточно широко охватывает жителей Вологодской области, сельской местности, проживающих консультативной помощью. И мы считаем, что это направление тоже будет продолжаться. Мы ничего не закроем, мы ничего не отменим. Это не однодневное мероприятие. Это мероприятие, которое сделано на долгие-долгие годы. И приближение медицинской помощи, именно специализированной жителям сельской местности, одно из наших приоритетных направлений. И существует ещё одна форма работы, когда автобусом диабет-центр забирают пациентов организованно, предупреждая их заранее, привозят сюда на место, и они здесь получают комплексное обследование и рекомендации по лечению. И все-все-все необходимые, будем так говорить, мероприятия проводятся на базе диабет-центра. Поэтому существует вот такая форма работы. И всё это в общем объёме финансирования, реализации государственной программы.